Сотрудники моторостроительного предприятия «Кузнецов» по своей работе знают, насколько радикальные изменения произошли за последние годы. Сегодня у них многомиллиардный пакет заказов. Завод переживает процесс комплексной модернизации. О будущем города – вопросы главе Самары. Город сейчас находится на новом историческом этапе. Впервые за много лет Самара стала лидером по строительству жилья и ремонту дорог. Только за 2016 год в городе отремонтировано 73 улицы. Система образования, якорное направление в которой ракетно-космическое, станет одной из лучших в России за счет строительства новых учебных заведений, открытия Гагарин-центра и школы одаренных детей. Но всем проектам нужна поддержка, в том числе и политическая. Сегодня городу необходимо более весомое представительство в федеральных структурах власти. А это зависит от того, насколько активно жители региона примут участие в избирательной кампании 18 сентября. Возможность жить лучше в данном случае, она сводится к тому, что надо потратить 18 сентября 15 минут, чтобы прийти на избирательную часть, определиться по выбору, проголосовать. И тогда в следующие пять лет у нас с вами появятся возможности по более интенсивному развитию Самары. Глава города ответил на вопросы заводчан. Один из самых актуальных – подъездной путь к промышленной зоне. Заводское шоссе – лицо самарского бизнеса ожидает большая реконструкция. Дорога, которая проходит к нашему заводу, очень плохая. И хотелось бы, чтобы нам хотя бы ее заасфальтировали. Мы в этом году выходим на заводское шоссе. Сейчас у нас объявлен конкурс. Мы начнем делать участок от Южного шоссе, от моста, Южного моста до 22-го партсъезда. Там 195 миллионов рублей требуется. Первый участок мы сделаем, в 2017 году его откроем. Дальше пойдем двигаться дальше. По словам заводчан, они уверены, что эта дорога будет служить не только для их удобства, но и для инвестиционной привлекательности промышленных гигантов. Олег Зверев, Василий Калдашов. События.